Дорогие соотечественники, ну вот и закончились все праздники новогодние. И по-новому, и по-старому. И мы опять возвращаемся в обыденную жизнь. Чем интересны праздники? В празднике мы не видим ни маний, ни фобий. То есть люди ведут себя по-человечески. А вот когда окунаемся в обыденную жизнь, особенно экономическую, политическую, общественную, сплошные мании и фобии. Мания и фобия – это заболевания человека. И не только человека, а целых социальных сообществ, целых стран. К ним относятся различные виды. Тут тебе и русофобия, и тут тебе и румынофобия. Всякие фобии, они чем опасны? Они взаимно питают друг к другу, и они равнодеконструктивны. Они разрушают единство народа. И не только народа, а и целых континентов, если мы возьмем близлежащие, по крайней мере, к нам страны. Недавно вышла книжка, второе издание. Авторы Михаил Лупашко и Борис Шаповалов. Шаповалов книга посвящена русофобии, как одной из фобий, которые терзают не только наше общество, но и, пожалуй, и мировое сообщество, особенно на Западе. У нас в гостях один из авторов – Борис Шаповалов. Приветствую вас. Добрый день. Искать, пожалуйста, все-таки второе издание – это означает, что первое разлетелось, разошлось, как минимум. Вот с чем, на ваш взгляд, связан интерес людей? Вот у вас посвящено, в частности, русофобии. Вот откуда интерес людей к этому явлению? Это человечество стремится самоизлечиться от чего-то или оно пытается понять, как им манипулируют? Потому что вот мы видим русофобию в Польше, на Украине, в странах Прибалтики. Ни к чему хорошему это никогда не приводило. А адрес один есть, откуда он идет? То есть вы считаете, что нагнетание, информационная накачка идет с Запада, да? Да, естественно. Как один из элементов деструкции? Один из элементов современной гибридной информационной войны, которую Запад ведет против Российской Федерации, ее союзников и партнеров. Вот это сегодня такой тренд. А то, что касается у нас в Молдове, здесь два момента. Первый, то есть русофобия вписывается в вот этот общий тренд западный, которому 500-600 лет, когда появилось как явление русофобия. Тартария, мы помним, Дикит. Да, 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 Тартария, польско-шведская интервенция 1609-го, 1612-го года. И несут просвещение. Вот, вот, война со шведами, война с Наполеоном, Гитлер, вся вот эта вот фашистская Европа, то, что было в 41-45-м году, вот это вся та основа чисто исторически. А сегодня накладывается вот то геополитическое противоборство за вот определенные регионы. Ну, задача понятная, расшатать единство российского народа, а он многонациональный. Да. Вот, скажем, русофобия. Много конфессиональных, где-то порядка 160 там народов и народностей, да, в Российской Федерации. Самая большая территория граничит с 18 странами и всего 147 миллионов населения. А теперь вернемся к нам. Мы не Россия, хотя нам не безразлично, что там происходит, родня у многих так, нам рынок сбыта, там наши соотечественники работают, это понятно. Ну, почти 200 миллионов не входили туда. И общая православная вера, и общая история, и много чего другого. Ну, вот если спроектировать вот на нашу почву, на нашу молдавскую землю, землю Молдовы, кстати, очень многонациональная, и тоже многоукладная, многокультурная. Скажите, вот те политики у нас, которые подхватывают вот это и проводят эту линию здесь у нас в Молдове, вот мы видим русофобия, ответная румынофобия и так далее, естественно, общество начинает. Я, например, считаю, что румынофобия, это есть реакция на русофобию, иначе как действие противодействия, закон Ньютона в обществе, да? Естественно. И вот эти манифобии, кому они интересны, и почему, вот объясните, пожалуйста, нашим телезрителям, нашим дорогим соотечественникам, вот почему политикам мало делают ставку на что-то конструктивное, созидательное, давай объединим людей вокруг какого-то проекта. Республика Молдова, вот как президент предлагает, другие вот такие конструктивные, позитивные проекты, а другие, наоборот, работают на разделе, дивидия темпера. Вот что это им дает? Почему это такие формы уродливые принимают, вплоть до запрета слушания российских каналов и много чего другого? Ну это как следствие уже, исходящее из этого общего тренда. Зачем им это? Зачем? Разделяя власть, управляя этой территорией. Но прежде всего во главе угла идет экономический интерес. То есть дать не могут, тогда разрушать. Да, конечно, по частям, да. Шариков, по-моему, говорят. Зачем разваливали Российскую империю? Забрать, растащить. Две революции в России, гражданская война для того, чтобы растащить, для того, чтобы получить какие-то рынки сбыта своих. И электорация, соответственно. Ну это само собой. Советский Союз разваливали, зачем? Вот мы видим то, что у нас происходит. В первую очередь за 26 лет нашей независимости мы что? Мы потеряли экономику, мы практически почти потеряли сельское хозяйство. Вот остатки добиваем. Если это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом еще 3-4 года поработает, мы угробим полностью сельское хозяйство. Считайте, что и страну, потому что основная часть сегодня населения – это крестьяне, да? Это сельские жители. Села вымирают, люди бегут. Села вымирают. Вот это вот следствие вот той политики. Почему? Потому что никого не интересует. Там демократия, права человека, вот Запада, то, что они ставят во главу угла, да? Все эти фантики. Это главное. Главное – захватить территорию, главное – получить рынок. Контроль. Контроль над этой территорией. И нас уверенитетом. Это первая часть. Вторая часть. Вспомним чуть-чуть историю. 26 лет тому назад был Советский Союз. То есть было два полюса мира. Первая экономика, первая армия – Соединенные Штаты Америки. Вторая экономика, вторая армия мира – Советский Союз. Советский Союз разворвел. И какое-то равновесие страха было. И равновесие было. И вот посмотрите, это равновесие ушло. И вот 25 лет гегемонии Соединенных Штатов Америки. Кстати, Борис, одну секунду, зафиксируем один очень важный момент. Давайте. Вот часто говорят так. Вот эти там молдаване, имея нас всех. Потому что вот когда приезжаешь в Москву, ты что русский, что ты молдаванин, что ты гагауст, ты молдаван. Ты молдаван, да, мы это знаем. Из Молдовы. Так и в Советской, когда было, так и сегодня. И говорят, вот вы там молдаване, вы предатели, то да все. Я говорю, подождите, Борис Николаевич Ельцин как-то не замечен в том, что у него есть молдавская родня. Шушкевича тем более. Ну да. Они с моим отцом когда-то, значит, Кравчук, оказывается, чуть ли не к одним дамам в гости ходили. С Иваном Гавриловичем, да? Они встречались, когда он был послом в Киеве, он говорит, мы с Буковиной, оказывается, многих там знаем, все такое. Вот. И они не были молдаванами. Поэтому когда вот говорят, вот вы молдаване там предатели, как-то не очень верится. Да, конечно. Верно? Второй момент. Запад. Вы там молдаване предатели, вы предали западную идею, реформы и так далее. Подождите, ребята. Извините, историю смеха, что мы придумывали. Мы исторически были в этой зоне почти 200 лет. Вы нам навязывали этот кабальный договор, да? Не выли, а теперь не даем, мол, ни кредита, ничего. Потому что вы воруете. Ребята, кто кого кинул? Не выли народно дурили? Ну так оно и получается. Так и получается. Я так чему веду? Что нету наций хороших и нет наций плохих. Нет наций предателей. Потому что, извините, Россию разваливали. И сейчас они, Навальный там и вся эта компания, дуют ту же дудку. На западные деньги. Да. И поэтому, вот я здесь как бы такую ремарку сделал, чтобы люди понимали, что вот эти фобии, особенно ты говоришь о русофобии, она касается не только России и русских, она касается нас всех. Конечно. Абсолютно. Конечно. А тем более, что и поляки, и Прибалтики, и там другие, это все ребята из бывшего соцлагеря, и даже братушки, болгары и румыны. Так? И то же самое все из бывшего Советского Союза, я имею в виду и Украину, и Прибалтику, и многие другие республики, где мы наблюдаем вот эти националистические угары, все эти националистические, совершенно деструктирные и совершенно конструктивные, созданные и нагнетаемые, и день за днем. Конечно, это инструмент идеологической борьбы, инструмент разложения. То есть я к чему, чтобы наши телезрители поняли, мы беспокоимся не только за судьбы Российской Федерации, там есть кому беспокоиться. Мы думаем о себе, прежде всего. Но мы думаем, прежде всего, как это отзывается на нас, потому что в результате мы видим, каналы Запада в Румынии, пожалуйте, российские нельзя. Мы все равно найдем информацию. Откровенная дискриминация. В интернете. Конечно. Это говорит, что такое? Желание показать послу США хозяевам из госдепа, какие они, как это говорят, католики, более католики, чем сам папа. Да, 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 более верующие, чем папа. Вот я просто хотел в это ручно. Да, конечно. Спасибо. Теперь внимательно служим. Здесь есть этот момент, конечно же, ну, если тебе дают деньги, если тебе дают кредиты. Здесь работает фонд Сороса, здесь работает американский республиканский институт, демократический институт, фонд Кондрада Адинаура германский. Тут около 200 европейских и американских неправительственных организаций, у которых одна главная задача. Вот посмотрите список спонсоров Евромайдана в Киеве, на Украине в 2004 году, да, и мы увидим точно такие же вот ребята сидят здесь у нас в Кишиневе. Тютелька в тютельку. Да, тютелька в тютельку. Одних в Белоруссии не пускают, да. В России приезжали. В России приезжали. Австрия, Венгрия, у себя тоже некоторые вот эти американские западные фонды выселяют, прекращают их деятельность. То есть австрийцы не терпят такого? Конечно же, потому что это получается все-таки вмешательство во внутренние дела. У нас своя история, свои традиции. Вы очень верно сказали, да, что вот это было западное. А у нас свой менталитет, своя культура православная, это исторически сложилось. Общая история. Да, конечно, общая история, то, что нас объединяет. Поэтому прежде всего, вот когда мы говорим о русофобии, это узкая часть этого. Это большой комплекс идеологической борьбы против бывших постсоветских. Нас можно разрушить как? Да, но вот те же американцы очень хорошо понимают. В военном отношении они ничего не могут сделать с Россией. Это мощнейшая ядерная держава. Только сумасшедший может нажать на кнопки ядерные, потому что это уничтожит мир. Да, с Ким Чен Ын нам обломались. Да, да, он обломались. Если не обломались. Конечно, на одной какой-то ракете средней дальности. Кстати, Борис, можно сказать, что это индикатор того, облом на Ким Чен Ын, что уже вот эта сверхдоминация закончилась? Естественно, закончилась. И вот эта истерика пошла. Так вот, возвращаясь к тому вопросу, было два центра. 25 лет был один центр, гегемония Соединенных Штатов Америки. Югославию расщеленили, Ливию разбомбили, Сирию, что там еще, Афганистан, Ирак. Посмотрите, что сделали. Вот и гегемония Соединенных Штатов Америки. Сегодня реально формируются уже три, скажем так, центра силы. Четыре даже. Россия, Китай, однозначно, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Естественно, Соединенным Штатам Америки это не нравится. Посмотрите, Китай. Ну, вот вы специалист все-таки по Китаю, там работали 2016-2017 год. Китай вышел на первое место по экономике. Это уже первая экономика мира. А это было видно еще... Ну, конечно, как же мировой хозяин может с этим... Я работал с 2002 по 2006, я однажды где-то там ошибся, с 2002 по 2006. И уже тогда было видно, что Китай, это как раз космонавта первого... Мы знаем, что такое сверхдержава. Кто запустил человека в космос, это сверхдержава. Это сверхдержава. Евросоюз еще не запустил, извините. Они с советскими летали, и с русскими летали. Да, но не сами. Так что я абсолютно с тобой согласен. По крайней мере, эти три полюса вроде Евросоюз пытаются как-то тяпкать. Ну, он тоже полюс, все-таки полмиллиарда населения. Другое дело, что они ведомые пока. Экономики Германии. Пока ведомые. Но они зависимые. Так, у них есть НАТО, этот Североатлантический блок. Он зачем сделан? Он сделал для того, чтобы европейцев на коротком поводке держать. Заставлять их опять-таки тратить деньги на американское оружие. И слушай, Боря, вот я ты прав со своей книгой «Русофобия». Смотри, что получается. А как ты составишь европейцев? Караул русский идут. Пугать надо. Конечно. Страшный русский медведь. И все становится понятно. Да, да, да. Страшный русский медведь. Вот они такие, вален, как и так далее. Ведь сама русофобия как таковая, ну что это? Ты смотри, это довольно сильный инструмент. Смотри, как он работает. Конечно. А вот они у нас украли. Вот они не пускают наши молдавские помидоры к себе в Москву. Вот они не берут наше вино. Вот они виноваты. Понимаете? Идет формирование из русских и из России образа врата. А мы хорошие ангелочки. Да. Но вот чтобы они не врали, нет еще данных по полному, по 2017 году, да, вот возобновление торговых отношений с Российской Федерацией. Но вот для наших телезрителей я назову только одну цифру, чтобы было понятно, да. Вот первая половина, то есть 6 месяцев 2017 года, во весь Европейский Союз с их хваленым договором об ассоциации с Европейским Союзом, Молдова экспортировала всего около 500 тонн фруктов, где-то 460 тонн. А в Российскую Федерацию в СНГ 108 тысяч тонн, тысяч тонн, и из них 102 тонны в Российскую Федерацию. Дорогие задержатели, имейте в виду, Борис Шаповалов по основной своей профессии экономист, он ученый-исследователь. Поэтому, когда он называет цифры, он знает, о чем он говорит. Это чтобы не думали, что какой-то, у нас же все политологи, политаналитики. Нет, я политолог-социолог, но это будет как раз цифры, социология. Потому что, Борис, вот у меня к тебе вопрос. Вот мы следим за последними Нобелевскими премиями в области экономики. Обрати внимание, почему-то последние, которые даются, это даются за исследование мотивации. Да, конечно. Значит, выходит, что экономика и социум, это не просто там какие-то отдельные сущности с отдельными законами. Очевидно, что мотивирует людей, то и определяет то, как они работают, живут, потребляют. Конечно, это основное, потому что вот она цель, что человек за это получит. Отсюда и твой интерес к социологии. Конечно, конечно, точно так же, как и у любого человека. Вот я сегодня был в районе, у меня вот, кстати, была очередная встреча с читателями. Вот люди задают конкретные вопросы. Вот его интересует, что у него дома, его интересует, как у него будет в районе. Его интересует, что будет после выборов. И мы сегодня очень много, кстати, вот говорили, и очень многие люди высказывались. Они поддерживают, кстати, политику нашего президента Игоря Николаевича Додона. Говорят четко и конкретно. Нам его стремление дружить с Западом и с Россией вполне понятно. Потому что вот у нас в семье этот работает... То есть против одной фобии и другой фобии. И другой, а этот вот работает, там, взять кум в Российской Федерации. На здоровье, да. Да, и на здоровье, и мы живем. Кто на Западе, тоже на здоровье. И с этими торгуем, и с этими торгуем. Поэтому, когда у нас искусственно, вот сегодня наша власть, та, которая находится... Элита назовем. Ну, проевропейское вот это вот правление, да, парламентское большинство, как они себя называют, и правительство Филиппа, да, вот, они почему-то решили сделать какую-то национальную идею из того, чтобы куда-то вступить, куда-то присоединиться. Еще Юра Рожка смеял. Он говорит, они подменили национальную идею. Ну, да. Юра грамотный мужик, он и философ, и книги. Он очень тонко подметил. Они подменили национальную идею, идеи вступления в Евросоюз. Ну, да. Ну, вот давай завтра... И давай в Конституцию это заложим. Вот давай завтра придут другие, запишем, давай вступать в Китай будем, присоединиться. Да, что, великая держава, мировая, возьмите нас себе на поруки. Другие будут у нас кричать, давай вступим в Российскую Федерацию. Ну, неправильно, вот эти идеологические... Это все равно, что давай вступим в какую-то секту. Да. Одно и то же. Да, правильно. Или мы с тобой вот с этим соседом на лестничной площадке будем, дружище, пить стакан вина. Да, а с этим будем драться, не будем приглашать его. Ну, это глупость. Вот это бред. Там, где мания и фобия, это больное общество. Но они-то по-другому уже поступить не могут. Почему? Счета на Западе, дети на Западе, недвижимость на Западе, курсы, тренинги, семинары. Вот это половина нашего... Юстиция на Западе. Да, вот посмотрите. Вот Майя Санду, я ничего не имею против нее. Ну, может она умный человек, там получила образование, работала у нас в Министерстве экономики. Но фонд Десороса тут сотрудничала, входила в какое-то правление, не знаю, еще что-то взяли ее дальше. В Соединенных Штатах подучили, вернули министрам правительства Филатов. Подучили, видно, очень хорошо, и не только экономисты ее учили. Правильно, а министр обороны возьми, да, вот еще один, вот тот, который Додон отказался подписывать. Еще один выучениц. Еще один, так вот сегодня половина правительства, а что делается в министерствах? Вот у меня, кстати, в этой книге есть глава, пятая, ну и чем она интересна, вот все, кто берет в руки эту книгу, она называется «Особенности современной неоколониальной технологии уничтожения независимого молдавского государства». Ведь то, что у нас происходит, мы уже колония, мы колония Европейского Союза. Да, конечно. Вот вся политика, вот эта вся власть, верхушка, которая у нас есть, вот этот один принцип во всем мире. Борис, кстати, в России, обрати внимание, началось бегство олигархов. Они как услышали, что счета, которые у них за границей, они же все позакидали туда все счета. Ну да. И как появился риск, там сейчас список 50 или сколько, вот эти чиновники, они понимают, там запахло жареным. Да. И оставлять на Западе свои средства стало просто опасно. Правильно, а Путин говорит, выпускает специальные гособлигации по специальным… Возвращайтесь до мамы, до родины. Льготным процентом, понимаешь, с более высоким процентом. Ну, пожалуйста, вкладывает свою страну. Но в свою? Но в свою страну, правильно. Меня на днях рассмешила одна история. Значит, наш молдавский МИД там принял решение безвизовый режим установить… Два острова в Карибском море есть, там 50 тысяч населения, 7 тлулис или как там вот они называются. Афшорные дыры. Я сначала выдал, ну, так, в Фейсбуке написал, что типа, вот, или в нашем МИДе не совсем понимают, что они делают, ну, кому это надо. А мне потом экономисты разъяснили уже, толковые люди в этом вопросе, подожди, это офшор говорит. Во-первых, оттуда можно тот же наш миллиард украденный здесь ввести, легализовать. А во-вторых, можно туда и свои деньги отправить, и потом они куда-то уйдут по-другому. То есть, офшорная дыра. Ну да, для нашей страны можно подумать, что с этих двух островов, да, в Карибском море придут большие инвестиции, да, по сравнению с Германией, допустим, Францией, Российской Федерацией или другими странами. На самом деле, ну, все с точностью наоборот. Там отмывочная, там хранилища отмытого. Ну, прачечная, да, финансовая прачечная. И хранилища этого отмытого. Но, есть еще одно… Американцы и туда доберутся. Да нет, дело в том, что они знают, что там происходит. Почему? Потому что есть Международный валютный центр всех операций. Все транзакции отслеживаются. Да, в Министерстве финансов, Соединенных Штатов Америки, есть управление, вот, так называемая финансовая разведка. По численности они больше, чем центральное разведное управление. И покруче. Да, они отслеживают каждое перечисление больше 100 долларов. Поэтому все прекрасно знают, где этот украденный миллиард, на счетах каких наших молдавских лиц и так далее, и так далее. Посмотрите, кто вернулся. А ребята думают, что они там что-то спрятали. Посмотрите, кто вернулся в правительство, и у вас вопросы отпадут сами по себе. А вот, кстати, меня всегда не интересовало. Вот я, Борис, ты знаешь, вот в Тучьянах рядом Аргеев. Часто езжу в Аргеев. Хорошее село. Я минимум раз в месяц побываю. Обязательно еще и еще приезжай. И вот смотри, что интересно. Я встречаюсь там с этими жителями Аргеева и его окрестностей. И вот с кем не поговори, вот у нас там Шоро, из него там Пугало. А там люди горят. Какой бы он ни был, но он перевел свои активы, значит, в Аргеев и налоги идут на пользу города. Хорошо, плохо, наворованного, не наворованного. Вот она, двойная, понимаешь, нравственность. Что интересно, но он хоть что-то сделал. И они говорят, вот Аргеевцы, а наши молдаване, говорят, только воровать привыкли. Вот все было, что они начали. Это, говорят, хоть со страху, хоть как, но чем-то делится. Ну хоть что-то отдает, делится, да? И меня поразило одно мнение одного учитель. Вот так, человек. Ну, вроде образованный, грамотный. И он говорит, это он на базаре. Идешь с людьми, узнает, не узнает, разговариваешь. Очень интересно. Я люблю с людьми общаться. Вот я, когда был послом, я знаю, самая лучшая социология, социология улицы, базара и так далее. И не надо тебе эти проценты, рейтинги поговорить с людьми. И вот что они говорят. Вот этот учитель, его многие слушали и подакивали. Они говорят, подождите, кто такой, говорит, Шор? Он, говорит, банкир. Ему дали бумагу. Лянка подписал, то есть правительство дает. Банк вот этого Драгуцану, который прикинулся, что его не было. Все подписывает, пропускает. И он говорит, он что, он как банкир, он эти операции в офшор, зашорил, все как было. Но не он, другой бы сделал. Так почему вот этого мужика вот так дрючат, за исключением еще Филата, от которого как бы пошла вся вот эта? Ну, там уже... Там сложно разобраться. Платона добавишь сюда, там темная история. Нет, туда можно кого хочешь добавлять. Но я говорю о другом. Эти платоны, батоны, это мне понятно. Ну, посмотри, один премьер замазан, второй премьер замазан. И они возвращаются. Они возвращаются. Можно было бы это по европейски? Помнишь знаменитая Шварценеггера? I'll come back. Мы вернемся. И понимаешь, и я начинаю понимать аргеевцев, почему они горой за своего мэра стоят. Ну, хоть кто-то что-то делал. Какой бы хоть что-то сделал. Эти все разворовали. Все это самое, и все посписывали. Нашли врага Российскую Федерацию. И как эти собачки... Да, еще русские банки тут виноваты, все такое. А ребята ни при чем. И они у руля. Опять. Ну, вот та реальность, которая есть. И, к сожалению, понимаешь... Это я тому, что ты вот сейчас очень хороший пример привел. Да, я вот возвращаюсь еще раз к нашему началу разговора. Понимаешь? Ведь русофобия, как таковая, молдавскому народу не свойственна. Абсолютно. Иди в село. Иди в село и пойди. Там без разницы. Ты русский, гагаус, болгарин. Ты со мной сел, съел кусок брынзы, выпил стакан вина, пошли вместе. И чтоб ты был здоров. И чтоб ты был здоров, все нормально. А когда еще мы, соседи, какие-то у нас есть общие дела. Ну, вот ты живешь. Да, я не знаю русофобия, будучел. Почему? Потому что мы всегда были многонациональной страной. Потому что мы всегда формировались вот в этой православной культуре, да, которая толерантно относилась и к другим религиям, и к народам внутри. Ну, вот так развивалась та Российская империя. И служили в одной советской армии. И служили в одной, да. Вот вспоминают. И я служил, да. Я был русский, но я в воинской части был молдавал. Ну, все, никто не спрашивал. Помнишь, мы говорили, что в Москве мы кто? Все молдаване независимо от национальности. А русофобия у нас, она искусственная сегодня. Это деятельность власти. Это деятельность парламентского большинства. Это деятельность правительства. Потому что им нужно формировать образ врага для того, чтобы получать помощь, кредиты, гранты. И закрывать дырку в бюджете. И гарантии, что у них не отберут их имущество, власти и прочее. Что по голове не получат. Да, да, да. Я вот где-то очень склонен думать к тому, что вот это все в какой-то степени идет искусственно. Почему? Потому что прижали хвосты на западе и приходится отрабатывать, вот, чтобы не забрали то, что накопил тяжелыми ночами. А помнишь, как это, товарищ Сахов, что все, что накоплено страшным трудом. Да, страшным трудом. Вот, чтобы не забрали эти благодетели. Понимаете, вот именно так оно и есть. Ну, ведь сначала, ведь что, ведь дают косточку, да, чтобы ты запачкался. Дают тебе кредит, дают возможность часть его взять, украсть. А потом приходят и говорят, вот, извините, за одну ночь. Помнишь, у нас один президент передумал подпись свою? А, это тот, который великий и не мой, да? Это кино было великий и не мой. Ну, вот, понимаешь, и что? И вот так мы преднестровские вопросы не решили до сих пор. Когда есть зависимость какая-то экономическая, политическая и все остальное, ты никогда не будешь самостоятельным. Поэтому я очень надеюсь, что вот эти выборы, которые будут у нас в конце этого года, что все-таки победят государственники, что все-таки победят молдаване, да, я молдаване говорю, русские гагаузы, да, но вот те, которые... Не манифобии, а разум. Да, не вот это вот столетие румынской оккупации, которое предлагают нам праздновать, да, 27 марта. Так-то оккупация 20 лет всего была, и она не поменяла радикально ничего, только разорила этот край. Да, да, понимаешь, вот, то есть, чтобы вернулись люди, те, которые думают о людях, о селе, о доме и так далее. Я вот, когда работал над этой книгой, спокойно, две докторские диссертации, материала навалом можно сделать, к сожалению, и пару монографий по 500-600 страниц. Вот то, что у нас происходит в Республике Молдово. То есть материал очень характерный. Конечно, и он четко, ясно. И он универсальный где-то. Очень многие люди, вот, особенно кишиневцы, те, которые нас смотрят, я не побоюсь этого сказать, абсолютно не понимают, что происходит в селе. В селе геноцид молдавского народа. Села полупустые, дома забитые. Почему? Потому что нет рабочих. Кстати, Боря, одну секунду, чтобы люди поняли. У нас обычно геноцид связывали, вот, что во Вьетнаме происходило, бомбежки, убийства, напалм. Ведь геноцид, это по определению не обязательно, вот это. Нет, конечно. Геноцид, это когда население уменьшается. Вот когда уменьшается. Или бегут, или спиваются, или от нищеты, от болезни. Не важно по каким причинам. Как только. Вот смотри, были оккупанты, как мы говорим, российские, советские оккупанты. Как-то с 1812 года с 230 тысяч душ до 4,5 миллионов. Какие-то оккупанты они? Да, а сколько нас тронили, сколько до сих пор пользуются. А сейчас пришли освободители, и смотри, где-то миллион щенок куда-то еще. 68% валового внутреннего продукта от 1990 года. Освободители пришли. Вот весь вопрос. Да, здесь есть очень много вопросов. Ну вот, опять-таки, вот посмотри цифры. Вот ты вот живешь в своих бутученах, любишь вот этих своих жителей, прекрасно знаешь, что там творится. Ну вот посмотри. Заметь, я слушаю все радиостанции. Начиная Deutsche Welle, и Голос Америки, и кончая Вести ФМ. Моя любимая, там Сатановский, там такие профессионалы, Сергей Михайлович. Виктор, опять несколько цифр. Вот смотри, Сталина, наверное, надо награждать. За что? Депортация здесь у нас из Молдовы была выселена 56 тысяч человек. Из них большинство было возвращено после 53-го года. Амнистия. Амнистия. Вернулось абсолютное большинство. То есть это не были уничтоженные люди и так далее. Мы, вот это демократическое либеральное правление, которое у нас утвердилось в 90-х, в начале 2000-х годов, которое сегодня правит, выгнали из нашей страны 1 миллион, 1100 миллионов сегодня гастарбайтерами, а 800 тысяч на ПНЖ в другие страны. Сравним, где геноцид? Геноцид. Вот где геноцид, где та депортация, по которой там Киртака с этим гимпу плачет. Да, конечно, это было плохо. Это однозначно. Это было нарушение прав. Это было со стороны власти. Но сравним масштабы. Но сравним масштабы, что сотворили с этой страной, с этими селами, со всем остальным. У нас было около 100 колхозов, где-то приблизительно 890-860 колхозы и совхозы. Что такое колхоз в селе? Вот что твои сограждане говорят? Это была основа жизни. Вся социальная структура держалась. И вся жизнь вокруг него крутилась. Школа, детский садик, поликлиника, рабочие места, еще что-то. Все держалось на этом. А сегодня? И, кстати, заработки, вот ученцы, они же еще табак выращивали и продавали. Там у многих, они говорят, Виктор Иванович, когда пришли демократы и либералы и обрушили вот этот советский рубль окончательно, у нас на книжках, там мне такие суммы называли, по 40 тысяч, по 30 тысяч. Вот у Георгия Васильевича покойного. Вот у моих родителей 40 тысяч пропало рублей. Просто вот так вот, испарилось и все. Где они? В международном валютном фонде. В международном валютном фонде. И в чужих банках лежат. Вот опять мы вернулись к той экономической составляющей, потому что за эту землю дерутся, потому что, опять-таки, свои товары кому-то нужны. Ну, почему у нас не купили они 100 тысяч тонн фруктов, а купили россияне? Да не нужны наши помидоры и яблоки. Свои нет, вон поляки боют, Россия у них не принимает яблоки, да? Так они через кого-то пытаются там... Через даже Белоруссию. Да, да, через тоже Белоруссию. Ну, наши тоже Белоруссию использовали в этом плане. Через даже товару. Ну, это да. Понимаешь? Вместо того, чтобы опять-таки, да, тебе выгодно. Ну, дружи с этим человеком. Занимайся общей экономикой. Не хами ему, не оскорбляй. Не хами, не груби, не оскорбляй. Зачем это надо? Вот как в повседневной жизни, понимаешь? Ну, так и политика должна выстраиваться. Ну, я знаю, что, вот опять же, так как работал в Китае, вот у меня, я все время... Почему для меня Китай рэпер? Я хорошо изучил эту страну, меня, Борис, смотри, что интересовало. Как это было нищая, голодающая страна, вайди капу ей. Ей никто никаких кредитов никогда бы не дал, и под коммунисты, и все такое. Как мы 25 лет назад кривились, ой, китайская. А сейчас высочайшее качество, хорошие товары. Фабрика мира. Да, фабрика мира. И вот смотри, что меня интересовало. Вот посмотри, какие китайцы. Приезжают к ним эстонцы и говорят, а у китайцев денег этих долларов немеряно. Да, они сейчас кредиты работают. Около 5 триллионов где-то по разным оценкам. Значит, и приезжают к ним эстонцы и говорят, товарищи китайцы, у вас денег, коры не клюют. А нам нужны деньги на развитие, можно покредитуйте нам. Китайцы говорят, вы знаете, мы вас как бы не очень хорошо знаем. Да вот, судя по прессе вашей и всему, вы считаете, что коммунисты в Китае исчадят. Да, 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 это плохо. А те эстонцы, типа, ну так, он говорит, как раз мы исчадят, как вы к нам, типа, деньги не пахнут. Нет, 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 посмотри, какие хитрые китайцы. Ну, правильно, конечно. Он как бы говорит, и там еще одна была история, какой-то мужик насчет гражданства, где говорят, хочет на рынок Китая войти, там один тоже с медиа империи. И они говорят, а вы на рынке США присутствуете, да, а у вас есть гражданство США, да. Он говорит, приходите на наш рынок с гражданством Китая, хоть сейчас принимаем. То есть, я так чему, надо себя уважать. Конечно. И надо ценить свое гражданство, и надо свой статус, и уважать всех, и не хамить, а чтобы не случилось, как с этими эстонцами. Да, я согласен, сто процентов. Ну, вот тема, она действительно, видишь, хочешь не хочешь, она актуальная получается, да, потому что от этого зависит наша жизнь. И тут, хочешь не хочешь, ну, ответ простой, надо договариваться. Надо договариваться и внутри страны, надо договариваться и с внешними партнерами. Потому что вот этот путь, когда мания и фобия, он приводит к чему? Мы это уже проходили, 41-45 год мы проходили все вот это, когда мы кого-то делаем врагом, пытаемся за счет кого-то что-то сделать. Изгоем. Да, изгоем и так далее. А вот те события, которые происходят, вот если проанализировать, я вот наблюдаю за вашими передачами, за вашими гостями, которые к вам входят, вы ведь не только внутреннюю политику, вы и многие международные вопросы. Оно все завязано. Оно завязано, вот мы сегодня с одного начали. И попали вдруг аж в Китай. Да, а попали аж в Китай, попали и в наш советский колхоз старый, и в Казахский попали. И с табаком, и совсем. Да, 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 потому что это та реальная жизнь, которая она есть. Но будем надеяться, еще раз говорю, вот у меня, вот я еще раз говорю, я вот сегодня вот с большими людьми общался, надежда на выборы какая. Скажи нашим дорогим соотечественникам, самое главное, что бы ты хотел сказать в этом новом году и по-новому, и по-старому. Вот ты знаешь, я вот прежде всего... Обратись к камере. Да, я прежде всего хотел бы обратиться к своим согражданам и пожелать нам всем вместе, ну, получается, после новогодней передачи, да, вот, прежде всего согласие. Согласие и терпение в доме, согласие и терпение в семье, потому что вот мы все разные, да, у нас какие-то свои интересы, какие-то взгляды, но в семье мы находим общий язык, потому что мы семья. Потому что друг от друга зависим, поддерживаем. И вот это главное. И поэтому я надеюсь, что мы вот именно с этим посылом придем к концу года. Ну, естественно, благополучие. Благополучие в каждом доме, потому что от этого все зависит. И чтобы наши мужья, наши жены не покидали нашу страну за лучшие доли. Надо создавать рабочие места здесь, надо дружить с Востоком и Западом, надо выстраивать отношения. Хватит выделять один вектор, второй вектор. Никто нам ничего не даст. И за свои национальные, государственные, молдавские интересы. Вот в этом я поддерживаю президента в первую очередь и считаю, что он все правильно делает. Ну что, спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Борис Шаповалов. Начали мы с презентации его книги. А проблема всяких маний, фобий, в том числе и русофобий, оказалась куда более значительной, куда более важной. Потому что мы знаем одно. Ни мания, ни фобия, они не служат разуму. А сон разума рождает чудовищ. Поэтому всегда будьте осторожны перед тем, как обозвать какого-то человека или посмотреть косо на него, потому что он не той веры, потому что он не той национальности, он не той культуры. Помните, что это путь в преисподнюю. Путь разума – это всегда путь прогресса. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Поздравляю вас. С Новым годом. И по-новому, и по-старому. С Новым годом.